МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я пойду туда, товарищи, я ничего не слышу, и я пойду туда. У нас нельзя роялю, и ты ко мне... Забвение не исчезновение, пережитая, не пустая страница. Где-то в чём-то, в таинственных накоплениях вашего мозга оно оседает, как бы впитываясь в вашу судьбу, в течение вашей жизни. Литературная деятельность Мариэтты Шегинян продолжалась свыше 70 лет. Поэт Серебряного века, писатель, публицист, яркий общественный деятель советского времени, Мариэтта Сергеевна свободно владела несколькими языками. Почти профессионально разбиралась в музыке, философии, сельском хозяйстве, промышленности и точных науках. О её универсализме ходили анекдоты. И складывались легенды. Мы с вами находимся в самом сердце Армении, в Ларийском каньоне. Пять лет назад в этом месте, кроме совершенно кухой природы, мы имели только одинокие, разобьённые между собой непроходимыми проповедями деревень. Крестьяне этих деревень встретили первые вести о стройке очень недружелюбно и недоверчиво. И вот из этих крестьян преимущественно создавались первые строительные кадры в журоке. Первоначальное намерение сесть в рабочий барак, чтобы видеть всё своими глазами и описывать, оказывается наивностью. Большое дело писателя пахнет чем-то паразитическим. Когда люди рядом работают, борются, бьются, а вы ходите вокруг да посматриваете, на каждом шагу подмечая не материал для описания, а материал для непосредственного вмешательства. Сейчас, товарищи, в 1932 году мы в этих глухих местах пускаем первую в Союзе высоконапорную станцию, построенную по очень видящному и оригинальному проекту советского нашего инженера товарища Терас Вазагурян. Мама очень, по-моему, мама вообще влюблялась в людей, и она была влюблена главного инженера гидроцентрации этой станции. И очень быстро его стальную уничтожила. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Было написано, что Мария Сергеевна встала на колени перед Орджоникидзе, что спасите вот этого человека, что он не может быть в чем-то виноват, он там замечательный. Он выстроил эту станцию, это ошибка, это его оклеветание. Ну, что можно было тогда сказать? Ну, что мама на колени становилась, это как-то не в ее характере. Написав «Гидроцентраль», я оглянулась на себя. Ну, что я такое? Глуховатая, подслеповатая, некрасивая женщина с очень дурным характером. И вот решила уйти из литературы. Слишком она дергает, мучает. Учусь в плановом институте и впервые на 43-м году жизни живу радостно, потому что нет на мне этого тяжелого гнета, литературы. Ну, конечно, бывали состояния подавленности, она была уставшая, она была невероятно раздражалась очень легко. У нее вообще был очень трудный и тяжелый характер. Но все-таки она была фанатична во всем, в жизни, в работе и в абсолютном принятии социализма и нового строя, которому она служила, в общем, всю жизнь. Если бы восставший в 1905 году народ понес имя Божье на своих знаменах, революция удалась бы. До революции она была фанатична, религиозна, она вообще была воспитана, как люди того времени ее поколения, очень религиозным человеком. И, может быть, она родилась с этим. А потом точно так же, так же фанатично она приняла новую религию, социализм, приняла Ленина. И считала, что если 2000 лет человечество было организовано и объединено христианством, то пришла вот новая религия, новая идеология, которая теперь будет тоже 2000 лет служить человечеству. А когда наступил октябрь, мне уже было три десятка лет. И я себя считала глубоко старым, уставшим, замученным человеком. То я видела себя старушкой. То есть уже лицо такое с выражением сонливого утомления жизнью, в глазах была какая-то безнадежность. Словом, я уже не рассчитывала ни на что для себя. Вот ее фраза о том, что, по-моему, когда-то мною прочитано, о том, что она жила до 30 лет, слыхом, не слыхом, кто такие большевики. Вот эта фраза мне запала в душу, я очень хорошо ее помню. И вряд ли кто может этим похвастать. Лен, я говорю в камеру. Да, в 18-м году я исполнил 30 лет. Вот счастливый человек прожил жизнь, да. Потом, конечно, услышал, но до тех пор не слышал. Сейчас никто похвастаться не может такой фразой произнести не может. Хотя вот уже новое поколение, новое поколение может этим похвастаться. А с наступлением октября я превратилась и физически, и духовно, и душевно не только в молодого человека. Я превратилась в девчонку с отчаянным желанием работать. Учитывая то, что меня зовут Мария Сергеевна, то крайне редко так происходит, что заходит в дом какой-то очень незнакомый человек. Потому что, как правило, люди, вот они почему-то через, даже через пятое колено какое-нибудь, обязательно все знакомы между собой. И все время обязательно употребляется, что вот это вот наша новая Мария Сергеевна. Ну, в том смысле, что тезка абсолютная. А сегодня у меня очень трогательно, ко мне подошли монтировщики в театре на Малой Бронной и сказали, Машка, ты знаешь, у нас в монт-цехе лежит томик с зарубежных писем, и мы его все время читаем. И это так, вообще так странно. Ребята, монтировщики, вроде бы, ну какой, куда там, какая шагинян, почему, зачем? Сидят, читают, парят Сергеевну. Ты медлишь в неге, дева кроткая, твой день длиннее ночей пророка, А ночь твоя, как смерч короткая, опустошительней сиропка. Твои улыбки ускользающие, как месяц в волнах сребролики, Твой робкий рот едва лапзающий, нежнее и цепче повелики. Упаяна и обессилена, ты всю себя дрожа и плача, Страстей священные извилины, как в смерть приносишь без отдачи. Издавали этот сборник стихов, издавался, по-моему, было то ли семь, то ли девять изданий. Изначально она была посвящена Сергею Васильевичу Рахманину. Вот, дарю эту книгу Сергею Васильевичу Рахманину. Я не захотела назваться и подписала свое письмо ноткой Ре. Рахманинов обратился ко мне в ответном письме, как к Ре. И потом, до последней нашей встречи, в июле 1917 года, всегда и писал, и называл меня Ре. И посвятил мне свой романс, муза, поставив в посвящении Ре. «Милая Ре, вы на меня не рассердитесь, если я обращусь к вам с просьбой. Мне нужны тексты к романсам. Не можете ли вы что-либо подходящее указать? Мне представляется, что Ре знает много в этой области. Почти все. А может быть и все?» Она с 16 лет была глухой. Причем, так, значит, ее мама, моя бабушка, была глухая. По-моему, с 24 лет. По женской линии. Вот от склероз. Сначала у нее была такая трубка. Мы в эту трубку говорили. А узкий конец вставлялся маме в ухо. И вот представьте такое положение. Аппаратов слуховых в то время не существовало. Глухота моя была почти такая же сильная, как сейчас. А армянского языка я не знала. Я помнила с детства только хайр-мер, то есть отчина. Я с такими познаниями в языке и с такой глупотой должна была полностью воспринять следствие. И я стала его единственной протоколисткой. Я была охвачена сама огромным энтузиастом, желанием проникнуть в суть того, что говорилось. И во время перерыва и после окончания рабочего дня я приставала к каждому оратору. Приставала просто как щупальцы. И требовала от него. По-русски расскажите весь ваш доклад снова. Я записывала его речь, приводила цифры, от себя комментировала, давала образ этого товарища, как он выглядел, как он говорил, особенности доклада. Весь этот материал в целой корзине я привезла потом в Москву, сидела над ним всю зиму, пока не обработала и пока это не пошло в печать. Умер блок. Не вмещалось в сознание. Я выскочила из дому, купила огромный букет роз, белых и красных. И побежала на офицерскую 57. Вот, даже такие подробности, чтение над блоком, длилось от 11 с половиной вечера до 8 утра, до полного солнечного утра, непрерывно. Прочитала весь псалтырь, часть Евангелия от Иоанна и часть Апокалипсиса. Вот на этом у него тетрадка заканчивается. Тетрадь не закончена. Я-то расскажу об этом сейчас. Псалтырь – 150 псалмов Давида. И каждый псалом – это песня. Громкая песнь, громкая не только по звуку, но и по содержанию. Открытый, яростный, гневный, восторженный голос певца от всех своих душевных сил, говорящий с Богом. Когда она утром кончила читать псалмы в 6 утра, она задула свечу венчальную, которую Любовь Дмитриевна поставила в изголовье у гроба, чтобы бабушка могла читать, просто видеть. Она горела всю ночь. Бабушка взяла кусочек, какой-то там, ну, цветок был около гроба, в гробу, вот веточку. И этой венчальной свечой, воском от свечи, она капнула на этот рисунок и прикрепила. Как быть, чтобы уйти бесшумно? Ведь замок должен был громко щелкнуть, когда я затворю дверь за собой. Вынула из прически железную шпильку, придержала ею язычок замка, пока очень медленно, беззвучно придвигала его на запор. Удалось. И вот я на ранней Августовской улице, почти не уставшая, с успокоенным сердцем. А это вот ее Евангелие, которое всегда у нее лежало, под подушкой, и всегда она возила за собой. И рядом, правда, лежал еще томик маленький Ленина «Государство и революция». И мама сокрушалась, моя мама уже, что когда бабушка умирала, а умирала она очень недолго, там, 5-7 дней, она просила нас читать что-нибудь, и мы по очереди читали. И когда меня бабушка просила, то у меня доставалось Евангелие, а маме все время доставалось, значит, Ленина «Государство и революция», по-моему. «Вчера нервное напряжение вылилось в настоящую истерику, которую я закатила доктору. Ленин опять болен, думаю о нем, часто плачу». «Получила письмо от Воровского с дорогими для меня словами. «Очень ваши вещи нравятся товарищу Ленину. Он как-то говорил Сталину, а Сталин мне». Тему Ленина обойти, ну, невозможно, да? Значит, в начале 30-х годов бабушка первая начала писать биографию Ленина, когда еще были живы все родственники. И вот бабушка приехала в горке, где доживал Дмитрий Ильич Ульянов. Он ее принял там дважды или трижды, я уже не помню, рассказывал все, что он помнил о своем брате. И потом подарил бабушке вот эту тетрадку, вот прямо вот в таком виде, свои воспоминания о брате. То есть это первые воспоминания рукописмены Дмитрия Ильича Ульянова о Владимире Ильиче. Я хочу раскрыть Ленина с такой стороны, в тех чертах его характера, его психологии, его душевных качеств, о каких у нас до сих пор не говорили. Мы до того обросли трафаретами, товарищи, мы до такой степени привыкли к шаблонам, к штампам, что у нас живой Ленин, который умел ругаться, который умел страстно любить, который говорил, я влюблен в Маркса и Энгельса, влюблен в Маркса и Энгельса, который 20 раз бегал на почту за письмами Инессы Арманд и писал ей, опять нет от тебя вестей. Тот Ленин, который жил страстной человеческой жизнью и был таким же человеком, как мы все, великим человеком, но таким, как мы все. Первая книжка у нее маленькая вышла о Ленине, и тогда был скандал, потому что еще до еврейского дедушек Мария Сергеевна написала, что Ленин, по-моему, халмык. Эта книжка назвала «Билет по истории», маленькая книжечка была такая. Ее, по-моему, на какой-то срок даже исключили из Союза писателей. Вот иногда я думаю, если бы я не могла отключать свой слуховой аппарат, ведь мне бы пришлось слушать все те глупости, которые говорят. Я приняла решение не мириться с непонятным партийным запретом. Буду отстаивать право советских людей на подлинного Ленина, насколько хватит сил. Фадеев ночью позвонил, сказал, разбуди Мариету. Значит, я разбудила маму. Фадеев говорит, что через 4 часа уходит поезд, писатели выезжают в эвакуацию, что вам надо с семьей присоединиться. Мама сказала, что об этом не может быть и речи. Дочка у меня беременная, ждет ребенка. Гослед мне не заплатил деньги за двухтомник. И вообще я буду отступать вместе с Армей. Эвакуироваться все-таки пришлось. Нас с сестрой и Мирель отправили в тыл, на Урал. Я объездила весь Урал. Я выступала в полевых станах, на рудниках, почти на всех крупных предприятиях Свердловска. Семья жила в Свердловске. И Урал мне еще потому стал родным, что, во-первых, я поехала туда кандидатом партии. А в 42-м году осенью я получила партийный билет в Свердловске. Что-то я там ей такое ляпнул, какую-то критику навел на ее произведение. И она разозлилась и сказала, ты пойдешь, я буду бить дети рабочих и христиан. Ты пойдешь, я. Странное дело. Вся публика, глядя на бокс, гоготала от удовлетворения. И я тоже неистово наслаждалась. Точно исполнилось мое самое затаенное желание. Думаю, что драка – нечто вроде Эроса. Драться приятно. А до этого, когда она выяснила, куда я пойду служить, и выяснилось, что меня посылают во внутренние войска, куда-то под Ашхабад, в пустыню, охранять уголовников. Но этого она не услышала. Она услышала слово Ашхабад, только менее Ашхабад сказала, только не ешь немытых фруктов. Вот была замечательная фраза и одна, и вторая. Тебя будут бить дети рабочих и христиан, и не ешь немытых фруктов. Звонко, странно, весело. Этот детектив похож на старое кино, где все чуть преувеличено. И гримы, и голоса, и звуки. Но при этом с легкой, свободной улыбкой. Я считаю мисс Мэнт моей самой счастливой книгой. Я изобрела американского писателя Джима Доллара и серию его романов, агитационно-авантюрных. Начала писать первый роман «Янки в Петрограде». Все, что я знаю по наслышке, мне как говорят, что вот это черта про Бабкина абсолютно. Я сразу это фиксирую в голове и думаю, ну, значит, вот это вот в нее, а это у этого человека тоже в нее. Знаю какие-то вот такие курьезные случаи про макароны с тушенкой, по-моему, или что-то такое, консервы открытые, жареные макароны, и все это на ночь обязательно надо съесть, потому что тогда вся кровь отливает от головы к желудку и спешит, и спокойно. Все говорят, что есть после шести нельзя, а бабушка наоборот. Она была с очень сильным характером, очень тяжелым характером, очень взрывным, невероятно эмоционально. Ну, и то, что это передалось нам всем, ну, это я думаю, что да. Это вот рвать на себе волосы, за мной устраивать истерики, на что-то очень бурно реагировать, что-то принимать, что-то не принимать, что-то отрицать резко, а от чего-то приходить совершенно немыслимый восторг. Бежит по камушкам навстречу нам голубая вода, бежит и поет, и вскидывает белые гребешки, поет по-армянски ехать не возвращаться, ехать не возвращаться. Гомон реки по звуку очень похож на эти слова, а мне больше всего в жизни всегда хотелось ехать, ехать не возвращаться. Когда я читаю какие-то произведения бабушки, про бабушки, я вижу те картинки, которые она рисует, которые она рисует в сказках, которые она рисует в Месс Мэнди, я их вижу, значит, наверное, это какое-то схожее что-то, схожая фантазия, потому что бывает там, ты читаешь и вроде бы, ну вот, ну как-то, ну да, я могу себе представить, как это было бы в кино, а так я прям, я это уже вижу, это вот, вот, буквы, а ты уже видишь картинку за этим. Я слушала из открытых дверей детской, что говорят взрослые. Удивительное дело, говорила тетя Ашхен, Лина у тебя беленькая, как блондинка, а Мариетта настоящий цыган, до того смугла лицом. Совершенно не помню, что я тогда подумала, но ясно помню, что я сделала. Я придвинула стул к полке в маминой спальне, где лежала в металлическом стаканчике кисть моего отца для бритья, потом взяла чернильницу из папиного кабинета. Подойдя к кроватке, я разбудила сестру. Она протянула мне ножку, потом другую, потом обе ручки. Я обмакивала кисть в чернильницу и мазала их чернилами. Я вымазала ее всю, вошла в столовую и сказала матери и тетке, ну, теперь идите поглядите. Лину долго отмывали в воде с содой, и только в ванне она заплакала. А меня никто не тронул, никто не выругал. Я вышла замуж за Якова Самсоновича Хачатрянца, или Джима, моего старого друга. По профессии он учитель, по образованию историк, окончил питерский университет. Ему 33 года. Мы поженились на новых началах. Лето будем вместе, зиму врозь. Каждый сам себя содержит. А через год у нас родилась девочка. Назвали Мирель. В Ростове я родилась, в Нахичеване, это, так сказать, в предместе Ростова, там. Отец Марьида Сергеевны, доктор медицины Сергей Давыдович Шегинян, с твердым знаком. Приват-доцент императорского Московского университета по кафедре диагностики внутренних болезней. Он Григориопольский был, не Нахичеванский, а по маминой линии это Нахичевань. Хотя мама родилась в Москве, тетя родилась в Москве, и обе похоронены на армянском кладбище в Москве. С какой отрадой неустанной Молясь припоминаю я Твоих церквей напев гортанный Отчизна дальняя моя Припоминаю в боли жгучей Как очерк милого лица Твои поля, ручьи и кручи И сладкий запах чабреца Я очень хорошо помню эту сказочную страну, которая у них с Линой жила там где-то за стеной и откуда-то. Я уже плохо помню произведение, но помню, что вот я сидела маленькая в кровати, читала это, или там мне Ленка читала, и бабушка читала, и все читали по очереди. И вот они у меня эти отдельные... Я представляла, что у меня тоже есть такая страна, просто я ее пока что еще не нашла. И, наверное, конечно, все это про любовь, безусловно. Иначе бы этого всего не было. Без любви вообще ничего нет. Тем более творчество. И вот этого живого Ленина, которого мы любим, которого мы все считаем самым дорогим, самым близким, самым нужным для нас человеком, я хочу дать его настоящим, живым, хотя бы в нескольких человеческих штрихах. И над этой книгой я сейчас работаю так, что по 20 раз рву то, что написала, делаю варианты, бесконечные варианты каждой главы. И надеюсь, что поможет мне судьба и время написать то, что я хочу для потомства. Вот для правды. Вот этот бабушкин портрет, фотография вот эта, как я его боялась. Это просто какой-то ужас. Я ложилась спать, я открывала специально вот эту дверь вот так вот, ставила, чтобы мне этого было не было. И боялась, что сейчас портрет оживет и начнет со мной сосуществовать. Мне часто доводилось слышать о себе всяческие легенды и небылицы. Среди них одна, просто нестерпимая, неудачно, на мой взгляд, пущенная в ход Юрия Малешин. Ни дня без строчки. Можно ли пустить в свет такую несусветную чепуху? Даже робот, если не заводить его, не может, слава богу, ни дня без строчки. А уж человеку надо быть безнадежным чурбаном, чтобы сделать это ежестрочее правилам поведения. Строчка только тогда стоит того, чтобы ее написали, когда эта строчка заслуживает, чтобы ее прочитали. Пауза, не пустота. Пауза в музыке, в поэзии, в кирпиче, в цементе. Строительный материал формы. И человеку нужны паузы, траты попусту, перерыв в действии. Нужна минута, когда человек говорит, дайте подумать. Даже ее публицистика, даже ее газетная работа, которая, ну, казалось бы, какая там, может быть, вообще, сплошная проза. И тем не менее, ей было это всегда... Ну, вот она, да, она была влюблена во все это. Она была влюблена вообще в процесс твой. Ей нравилось. Ей нравилось ездить, ей нравилось писать, ей нравилось набирать вот этот сухой материал. И сейчас у нас есть старейшина Марьетта Шагинян. Вы знаете, с какого года она печатается в нашей газете? С 18-го. И сейчас только что вернулась из командировки. А как она писала о Фиате для «Известий»? Кстати, никто не знает и никто не помнит, что «Жигули» мы получили в общем, благодаря «Шагинян». «Известий» ее командировали в Италию на «Фиат» и там она долго работала и долго собирала материал. И потом была огромная, ну не огромная, это я преувеличиваю, была какая-то серия очерков, очень подробных, причем не только о машинах, но и о том, как живут итальянские рабочие, каких у них условий, обо всем. И потом все кончилось с тем, что у нас запустили, это был «Жигуль», а бабушка получила, по-моему, очередной орден Ленина, все-таки за цикл этих очерков в «Известии». Талантливая писательница коммунистки Мария Те Сергеевна Шагинян 80 лет. Этой дате был посвящен праздничный вечер, состоявшийся в Центральном доме литераторов. Ее 60-летний путь в литературе соратники по Перу, представители общественности, друзья горячо поздравили Мария Ту Шагинян и пожелали ей новых творческих успехов. Все-таки бабушка это была какая-то уж совсем недостижимая субстанция, такая и вечная. Мы к ней относились всегда с огромным уважением и она всегда находилась где-то в другом измерении. Для меня. Она всегда была великая. Она слишком великая была. Милая Мария Сергеевна, сейчас все институты, все жанры литературы бьются и борются за вас, как когда-то за Гомера поролись все города Греции, в каком городе он родился, кому принадлежал. И все-таки я счастлив сказать, что все-таки первое искусство это поэзия, потому что вы начинали как поэт, и вы всегда были поэтом, вы шаровая молния нашей литературы. Ваше имя стоит среди имен Волошина, Ахматовой, Цветаевой. Это прекрасные стихи. Спасибо вам за вашу поэзию, за ваш великий труд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души, ни рукой, ни маши, так и быть сама реши, твои очи, между прочим, очень дивно хороши. Последняя влюбленность это в Аркайса Акчеракина. Это была настоящая влюбленность. И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, кто рядом с любимой идет. Мы все подхихикивали, мы, так сказать, ну, это так казалось невероятно, в общем, смешным. Она была влюблена в личность, в человека, в его внешность и, конечно, в актера. Она ходила на все его концерты, она посылала ему тоже охапки роз. Ты была без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты, ласточка моя, ты, зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная. Я абсолютно убеждена, что бабушка сохранила вот такую способность творчества, такую ясную голову и вот все, что нужно для того, чтобы работать в таком, ну, немыслимо, запредельном возрасте. Да, конечно, благодаря генетике, характеру чему-то, но в очень большой степени благодаря, я думаю, ее отношению к Аркайу Савчину. Ты, ласточка моя, ты, зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная. Савчина. 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 Савчина.